там говорит кто-то помер под горой она даже не знает потом я пошел пошел там знакомая еще но она тоже на 15 лет старше меня болеет дочь за ней ухаживает часы-то чего потерял да они слетают я в кармане стал носить ремешок расхлебался слетают расстегиваются ну гость а узнал пошел домой да домой и пошел куда пошел тебе что пить надо пошел к срудной сестре где она у тебя живет там же Бринесево недалеко сколько у тебя там далековато уже дальше чем автобус конечно сколько минут до нее ходить то есть на благовестие ты не дошел потому что топить надо когда пришел потопить не пошел пошел к сестре 40 минут у тебя прошел туда вообще с нами был 40 минут был на благовестие да и все это и не нашел а новости по покойникам шарит а к родной сестре зачем ходит давно не видел то есть опять лукавство ну как лукавство если давно не видел нет но навесил как раз болеет я тебя спросил почему на благовестие с пошел ты сказал мне надо топить а самое топить и не думаешь пошел по гостям шарится вот в чем лукавство то твое ну так и узнал новости вот брат помер ну а если бы это без этих новостей бы че ну так и я бы не знал что он помер но если бы это после благовестия бы че не узнал что он помер что ли так а когда может на следующий год бы узнал если бы не ходил ну почему ну а где я если не хожу по гостям ну пошел узнать новость ну а почему ты не ответил что когда я тебя спросил почему ты на благовестие не пошел я бы пошел узнать новости нет слов не топить надо потому что ты благоустроенный квартире живешь а мне топить надо сам не топишь ничего и в пятницу не топил вот в чем обман то кроется ну и чё там с родной сестра тебе сказал да балет балет тоже а кто еще балет ну знакомая тебе говорю ну 15 лет старше тоже болеет да ты в обоих да дочь ухаживала ты уже от той от знакомой пошел к сестре да ну с родной сестра накормила тебя ну и что что болеет пошел к сестре с родной сестра накормила тебя Накормила. Чем она тебя угощала? Ну, говорит, хлеба нет. Похлебку осталось. Похлебку проел, да? Ну, от сестры потом куда пошел? Ты говоришь, что ночью пришел домой? Ну, от сестры пошел туда, подгород, к соседу, где помер брат родный. Ага, и че? Ну, и че. Да, в общем, у него ночевало. У соседа? Ну. Это воскресенье. Ну, на понедельник. Ну, видишь, мне сказал, что надо топить, а сам пошел по гостям шариться. Ну, че, ну. Зачем бы ты меня обманывал? Че я тебе плохого сделал? А я тебе че плохого сделал? Если планы изменились, че я тебе плохого сделал? Да не планы изменились-то. Я тебе уже после того, как ты сейчас... Ну, я дорогой, думаю, надо новости узнать. Да не дорогой. Да не дорогой. Я тебе не в воскресенье спрашивал. Я тебе не в воскресенье тебе не говорил, пошли с нами на благовестие в это. Я тебе щас спросил, че ты в воскресенье не остался-то на благовестие? Ты мне щас сказал, надо топить. А сам не пошел топить. Ты мне щас обманул-то, а не в воскресенье. Щас обманул, как я тебя честно обманул? Ну, я тебе спросил, че ты в воскресенье после службы не пошел с нами раздавать Евангелие? Ты мне что ответил? Как бы я не молодой уже старик, молодые не ходят, а я старик пойду. Нет, ты мне что ответил-то? Ты мне что ответил-то? Ты мне ответил, что надо идти дом топить, потому что мне топить не надо, у меня благоустроена квартира, а тебе топить надо. Так ты мне сказал? Нет. А зачем ты мне так сказал, если ты в этот день топить не пошел? Ну, я какое преступление тебе сделал? Ты меня обманул. Ну, дорогой подумал, надо. Да не дорогой ты подумал-то. Ну, как не дорогой, дорогой. Да ты щас сидишь и мне врешь, какая дорога-то? Ну, дорогой шел и решил, надо новости узнать, че там в деревне творится. Я тебя спросил, ты почему в воскресенье не пошел с нами на благовестие? Ты мне сказал, ты бы мне так ответил, я не пошел на благовестие, потому что мне надо было топить, а потом я подумал пойти в гости. Так, да? Ну. А теперь понятно все. А то ты видишь, сказал, я не пошел, потому что мне надо топить, а на деле-то и не надо тебе ничего топить. Ну, было тепло, тепло, как бы. Мороза-то не было. Мороз отпустил. В воскресенье. В воскресенье там сколько было? Раза пятнадцать не сильно. Да где там слабенький? В общем, он рос был. Ага. Ну, и у соседа-то зачем ты ночевать остался-то? Че, преступление кто-ли? Вот я должен перед всеми отсчитывать, и вот где мне ночевать-то? Где мне че делать? С кем мне спать? С кем мне это присать? Я не знаю. Че я? Преступление какое сделал, что ли? Я тебе не говорю. Я тебя спрашиваю, зачем ты у него остался ночевать? Ну, остался и остался. Ну, остался и остался. Ладно. Переночевал. Утром че дальше пошел делать? Пошел. Там еще мужик знакомый. Этот че-то неприветливый. Не накормил даже. А почему ты думаешь, что он тебя обязан кормить? Ну, я так шутя сказал. Ну, так шутя. А ты последний раз, когда к тебе кто в гости приходил, чтобы ты его накормил? Да, у меня как-то было тиша. Хрен за душа. Я тебя предупреждал, чтобы ты такие слова больше не говорил в моей доме, а то пойдешь ночевать вон. Дальше искать. Я тебя предупреждал, чтобы ты ко мне пешком не ходил, потому что ты пот-потный. Ты опять не послушался. Ты своевольный, страшный, горделивый. Учитываться не хочешь. Почему? Ты же христианин. Крещение принял. А ведешь себя абсолютно неверующий. Ну, если я обнищал до предела, ну, а что сделаешь? Кто обнищал до предела? Я. Потому что ты ленивый. Ты обнищал до предела. Кто же в этом виноват? Я тебя всякий раз спрашивал, деньги есть? Ты говоришь, есть. А сейчас, говоришь, обнищал до предела. Ну, есть. Ну, копейки на дорогу есть. А с Октябрьской, ты говоришь, пешком шел. Уже и нету. Ну, люблю ходить. Не хочу. Я должен начитывать, что мне, ехать или ходить. Нет. Но мы с тобой договаривались. Я преступник. Вроде я не должен начитывать. Нет. Ты должен слово свое держать, как христианин. Мы с тобой договорились. Вася, если ты еще ко мне распутный придешь пешком, я тебя не пущу. Да я вроде не спутил. Я тебе говорю. Нет. Разговор-то такой был. У кого тут меньше полчаса? Нет. При таком морозе. Нет. Ветер северный. Я на ветер шел. Нет, Вася. Тут не полчаса. Тут больше идти. Да как не полчаса. Я че хожу таком? Ты ходишь, как электровенник. Хотя бы сказать, если за полчаса дойти до меня, спотеешь однозначно. Даже при морозе. Я вот в мороз с собаками работал. 20 минут у меня три шкуры. Три пота. В мороз стоял вот. Когда у нас занятия были? Ну ты молодой. У тебя кровь с молоком играет. А у меня как кровь? В чем тут молодой? Ты в прошлый раз... У меня кровь-то вроде не греет. Ты в прошлый раз пришел, а от тебя воняет. Я тебя спросил, чего от тебя так воняет? Ты скажи, я... Ты мне сказал, я шел, вспотел. Но тогда, правда, мороза не было. Ты, наверное, по этому теплу водился. Очень тебя воняло. Ну как? Я с Бельмешёва без остановки. Сколько прошел? Может 30 километров? И мы с тобой тогда договорились. Вася, если ты ходить любишь, ты ко мне, пожалуйста, пешком не ходи. Ты... Договорились? Ты сказал? Договорились. Сейчас... Я опять пешком пришел. Ну если денег нет, я че? А я у тебя спросил до этого, деньги есть на дорогу? Ты сказал, есть. У тебя двойной обман. Понимаешь? Ты мне врешь на каждом шагу. И не краснеешь даже. А зачем ты это делаешь? Я говорю, не вспутел. Такой мороз, я шел на ветер. Ну а че не поехал-то? Говорил, что деньги на проезд есть. У нас же договор. Ты сказал, что деньги на проезд есть, что будешь ко мне на трамвае ездить. В этом случае я тебя буду пускать, что ты не потный. Ты нарушил договор. Я люблю ходить к нему. Ну лишь. Извиняюсь. Извиняюсь. Нарушил договор. Извиняюсь. И все. И дальше пошел. А каждый раз одно и то же. Ну а это... Домой то ты потом не пошел. Пошел к брату. Уже. В понедельник то. Или когда? Когда? Ну ты в воскресенье переночевал у соседа получается, да? Ну. В воскресенье на понедельник. Ну. В понедельник пошел куда? Пошел к знакомому. А там покойник то был у тебя с родным братского соседа то? Или он где? В морге помер то который? Да. Так уже месяц прошел. Похоронили уже. А. Похоронили уже. А ты к брату то он один жил или с кем там? У кого он жил? Один. Один жил? Да. Ты даже и не знал да? Что с родным брата похоронили? Да. Там в деревне никто не знал. Дочь. Эта. Она на южном живет. Дочь похоронила. А вся родня не знала в деревне что его похоронили. Вообще. Ну а если ты умрешь кто нибудь узнает из твоей родни что ты помер? Так а мне то уже до лампочки будет. Я уже бесчувственный буду. Мне то че? Ну. Кто че? Ну а родне то как? А? А родне как? Че родне? Ну тебе до лампочки а родне то тоже до лампочки выходит? Ты говоришь ну вообще даже никто даже не узнал что он помер. Ну и ты так же помрешь никто не узнает. Че тут такого вообще то ты так удивляешь это чему? Ну я буду бесчувственный а мне то че? Я и говорю мне до лампочки. Не ну а почему ты с родного брата то удивился что он помер и никто из родней не узнал? Для тебя это такое прям сенсация какая то там такая. Ну а какая сенсация? Ну ты то с таким выражением сказал вообще никто даже не узнал. Ну а как они узнали? Ну вот почему они хоронили и никого не предупредили что это. А дочка никому не сообщила да? Ты это имеешь ввиду? Понятно. А она то как узнала то что он помер то если он один жил? Сосед Серега позвонил ей у его телефона. А у твоего соседа если ты помрешь он кому будет звонить то? Дал телефон? Нет. А почему ты не подумал? Ну у меня телефона нет я потерял. Ну то есть ты помрешь тебе до лампочки а то что труп будет там вонять в доме сколько там дней тебе это даже и делов нету никаких. У того хоть у родного брата хоть дочь как то там заехала. Она его в тот же день смерти обнаружила или через сколько дней не знаешь? Так а сосед откуда знает. А сосед как узнал? С 1 по 3 ноября где то так. А сосед как узнал что он помер то? Ну рядом живет как собака лает голодная. Собака ему сказала да? Ну верно. У тебя даже собаки нету. И сказать соседу некому что ты помер. Ты как то продумай этот вопрос. У тебя кто хорониться будет? Я тебе говорю да лампочки мне. Кто меня будет хоронить? Пусть смерть хоронит мертвецов. То есть там то имеется ввиду духовные мертвецы. Если ты эту цитату из Библии приводишь. Христос говорит следуй за мною. Позволь мне прежде похоронить отца моего. Христос сказал пусть мертвые хоронят мертвецов своих. То есть ты себя относишь к мертвецам духовным. Никакой ты не христианин. Пусть тебя мертвые хоронят. А как они тебя похоронят если они тебя не узнают? Ну ты ли сам сказал я вне церкви? Ну ты соглашенными выходишь. Почему ты соглашенными выходишь? Не знаю. То есть тебе все равно в церкви, то есть тебе до лампочки. Почему ты? Ну период такой новый период. Не знаю. А когда ты его переживешь? Как ума наберусь. А когда ты ума наберешься? И как? Да Бог разрешит. А разрешит что? Проблему мою. Какую? У тебя с Богом проблемы? Нет. Мою проблемы, что я такой не кудышный. И как он ее разрешит, чтобы ты стал кудышный? Отмаливать надо грехи. Отмаливать надо грехи? Ну. Ну и что не отмаливаешь? Что не отмаливаешь-то? Раз надо, значит надо. Не надо грехи. А? Не надо. Не надо. Следующая исповедь когда будет, знаешь? Ты в это воскресенье был? Был. Поинтересовался когда следующая исповедь будет у батюшки? Если у тебя грехи давят тебя и надо их отмаливать, надо каяться? Или они тебя не давят нисколько на тебя? Я так-то понимаю, что грехи, но как-то не ощущаю, что ли? Не ощущаешь? Что? ЛИРИЧЕСКАЯ МОЛООДИЯ БОЕЕЕВА